Я расскажу вам историю из личной жизни про еврея. У меня в классе учился мальчик, еврей. И весь класс к нему относился плохо. Его оскорбляли, били намного чаще, чем другие. У нас вообще, в принципе, мальчиков-то особо и не били, били девочек. Но его били и мальчики, и девочки. И я не могла понять, за что, потому что он был добрым мальчиком. То есть он никого сам не обижал. Но били его, наверное, как раз за слабость. За то, что он никого не обижал, и в ответ не особо-то и дрался. И однажды я спросила у одноклассников, почему вы постоянно к нему задираетесь? В чем смысл ваших избиений? Он говорит, ну так что, он же еврей. Я на тот момент не знала слова еврей. Пришла домой, спросила у мамы. Я говорю, мама, у нас мальчика бьют, потому что он еврей. И тогда она мне рассказала про евреи, про Баби Яр, про все вот это, вот это, вот это. И тем более мне стало непонятно, если обижали, уничтожали евреев. И существует по всему миру осуждение Гитлера и антисемитизма, то каким образом у нас в школе, вот, я стала его защищать. Ну, как бы иногда, когда я видела то, что было, я защищала. Ну, его били и на улице, и возле дома, и мы жили в разных местах от школы. Короче говоря, очень считался он клоуном, посмешищем, и вот отвратительно к нему все относились. Но злобу он не держал. У него был какой-то такой поверхностный характер, то есть в плане, что, ну, случилось и случилось. И дальше он, в принципе, мог бы опять подружиться с теми же людьми. Я, натура совершенно другая, я все помню, прекрасно помню, ничего не прощаю. Короче, после школы, случилось это все после школы. Мы все куда-то поступили учиться, кто-то там в университет, кто-то там, не знаю, стал швеей, кто-то пошел в армию. И вот, значит, случилась со мной такая ситуация. Моя собака где-то заразилась от клеща. Ну, вот, то ли гуляла где-то на стадионе, то ли где-то там в лесу, где-то, может, ездили на вылазку. Вот, ее кусил клещ. И моментально ей стало все хуже-хуже, ее стало рвать. Мы поехали в одну ветеринарку, потом в центральную, нашли главного врача. Мама нашла все свои связи, и нам сказали, что поздно. Ну, то есть там прошло, например, сутки, двое суток, и все. Собаку спасить нельзя. Ну, вот такие, ну, такая великая смертность, что лекарств никаких нет. Я говорю, ну, как-то, может быть, там, немецкие какие-то лекарства. Никаких немецких. Ну, грубо говоря, через сутки собака... Она уже не ходит, она уже пожелтела. Уже, ну, пол лежит, короче. И, ну, слезы как бы из меня льются. И вот я иду по улице, навстречу ко мне, навстречу идет мой одноклассник. Видит, что я плачу. Говорит, что случилось? Я говорю, ну, так и так, у меня собака умирает, поэтому, как бы, мне нужно домой торопиться, потому что она может в любой момент умереть уже. Он говорит, слушай, а можно я пойду с тобой? Я посмотрю на нее. Я говорю, а как бы аж какой смысл? Он говорит, я на ветеринар учусь. И я говорю, ну, ты же только поступил учиться. Ты, как бы, ты только... Сколько ты учишь? Он говорит, ну, я учусь там два месяца. Первый семестр. И я говорю, ну, ты, конечно, пойди, ну, иди, я буду благодарна. Я ходила к самому главному врачу в Воронеже. Он говорит, ну, как бы, ты же ничего не теряешь. Я говорю, ну, хорошо, пойдем. Пришли домой. Он взглянул на мою собаку. И говорит, слушай, давай сейчас быстро сбегаю к себе в университет, заберу там какие-то там препараты. И я думаю, что я знаю, что с ней делать. У меня это будет эксперимент, но ты, как бы, при этом ничего же не теряешь, потому что, ну, тебе сказали, что она умрет. Мне кажется, что я ее вылечу. Я говорю, как ты? Какой эксперимент? Ты когда-нибудь лечил таких собак? Он говорит, нет. Но я примерно представляю, что делать. Вы знаете? Короче, он прилетает, а может, это через час. Мы расстилаем клеенку на столе, кладем ее, он ее кладет под капельницу, и там, ну, не знаю, сколько там, полчаса прокапал. Потом через, по-моему, три часа он опять пришел, или там через шесть часов. Короче, он ходил там пару дней, делал капельницу. А потом оставлял мне просто уже уколы, я сама ее уколола. Ну, сразу же после первой капельницы я увидела, что собаке легче. Ну, а уже через два-три дня она уже рычать на него начала. Она понимала, что будет очередная капельница. Убегала от него под диван. Мы ее там с задней лапы вытаскивали. Вот. И, ну, через неделю она абсолютно была здорова. И я поверить не могла, что мой одноклассник, которого все считали придурком, полуумным, клоуном, посмешищем, в какие-то восемнадцать лет победил за буквально два-три месяца именитых ветеринаров в Воронеже. У меня не было слов, как может мальчик, который только поступил учиться, которого я не помню, что у него были какие-то... У него не было. Он был троечником в школе. Ну, вы знаете, в школе, в принципе, никто не хочет учиться. И любой троечник потом может закончить, получить Нобелевскую. Это все понятно. Но, тем не менее, какое низкое у нас в Воронеже ветеринарное, так сказать, обслуживание животных. Это, понимаете, сколько собак вынуждены умирать только потому, что на главных местах не сидят евреи. Ну, так вот. И, короче, я была ему по гроб жизни благодарна. Уж как я ему была благодарна. Ну, я потом из Америки звонила. Как дела, как дела? Я думала, что он уедет в Москву. Он уедет в Израиль. Он уедет в Америку. Он уедет в Канаду. Он уедет в Германию. Он уедет куда угодно. Он золото. Он уехал под Воронеж, в какое-то село. И счастливейшим человеком стал. У него там куча коров, куча, не знаю, этих фермерских животных. Он их всех лечит. Он счастливый человек. Он очень бедный. То есть, ну, зарплата фермера, я даже не знаю, не фермера, а ветеринара. Маленькая. И за, ну, какие-то там, вот как частные вещи, он особо денег... С меня он денег не брал. Вообще не взял ничего. Может быть, мне удалось ему конфеты дать, но отказывался от всего. Вот. И по гробу жить буду. И поверьте, россияне, вы те, которые там кричат, что евреев нужно там убивать, и там они что-то... У вас просто собаки не умирали. У вас собаки не умирали. У вас, может, дети не умирают. Но когда у вас будет отказ, что вам никто не поможет, никто, вот, в вашем городе никто, обратитесь к еврею. Обратитесь к студенту еврею. И он вам поможет бесплатно. И он поставит членам вашей семьи на ноги за несколько часов. Позор. Позор всем нашим, нашему образованию России, этим всем клиникам. Они ничего не делают. Они только берут деньги. И каким-то образом, да, эти люди рождаются, евреи рождаются такими светлыми головами. Такими светлыми. Как они все это складывают в голове? Откуда это образование? Ну, не через школу. Вот они такие. Вот они такие умные.